Мама, я попал в аварию, срочно перешли деньги, иначе мне грозит тюрьма. Или с вашей карты пытались украсть средства, переведите их на безопасный счет и назовите реквизиты. Это лишь малая часть мошеннических схем. В Саровскую полицию продолжают поступать заявления и сообщения граждан, пострадавших от аферистов. Типичный из них – это когда на стационарный телефон жителей нашего города поступают звонки, представляются близкими родственниками и сообщают, что либо внук, либо сын попали в дорожно-пранспортное происшествие, были доставлены в полицию, сбили человека. И для того, чтобы решить положительный вопрос, для того, чтобы отпустить из правоохранительных органов, нужно передать денежные средства. Суммы денежных средств разные – от 30 до 150 тысяч рублей. Сотрудники правопорядка советуют гражданам не переводить деньги сразу. Лучше перезвонить своему родственнику и спросить, где он находится. И если человек оказался невиновным и даже не подозревал о ДТП, то вам необходимо обратиться в полицию. Позвонить в дежурную часть полиции, круглосуточно которая работает, по телефону 02 или 102. И, соответственно, сотрудники полиции вас проинформируют и проинструктируют, как дальше действовать в данной ситуации. Появились и другие формы обмана. Злоумышленники звонят горожанам и представляются сотрудниками службы безопасности банка, после чего вводят в заблуждение человека и получают от него денежные переводы. Как не стать жертвой в данной ситуации? Если вам позвонили, представили службу безопасности банка и пытаются получить какую-либо вашу личную информацию, номер карты, ваша фамилия, меотчество, дата рождения, секретный код банковской карты, либо код, который находится на обратной стороне карты, это в 100% случаев это мошенники. Сотрудники банков никогда не будут звонить, уточнять ваши личные данные. По словам Андрея Чернышева, вычислить, где были обналичены попавшие в руки мошенников деньги, возможно, но шансов вернуть их владельцам мало. Поэтому сотрудники полиции в очередной раз напоминают саровчанам быть осторожнее и не перечислять свои средства незнакомым людям. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.